Плетение из паракорда Это такое плетение, которое называется, ну в русском сегменте, его называют как сороконожка, а англоязычное я не хочу уродовать своим произношением, поэтому я его просто приведу в названии к видео, когда оно будет опубликовано. Плести будем в два цвета, сваренный паракорд, темно-синий с красным, и из этого паракорда сейчас будем плести это плетение сороконожка, как я сказал. То есть складываем паракорд вдвое, можно сместить спайку для того, чтобы она закрылась плетением. Сейчас, секундочку. Да, вот так мы начнем по простому. Прокорд сложен вдвое, смещен шов для того, чтобы закрылся плетением, и начинаем, собственно, с самого плетения. Я, как обычно, первые узелки стараюсь заплести, ну не стараюсь, вернее, не показываю, почему, потому что первые, как обычно, заплетать неудобно. Поэтому я первые заплетаю, как бы для себя, а потом уже буду показывать для вас. Вот, то есть, вот это, собственно, выполнено просто закреплением. Теперь я могу даже снять иголку и показывать само плетение, как оно выполняется. Само плетение выполняется следующим образом. Закладываем левую ветвь сверху и пропускаем в свою петлю снизу. То есть, вот я оставляю для того, чтобы было видно, как это происходит. И дальше затягиваем. То же самое делается с другой стороны. То есть, точно так же сверху закладываем и снизу через свою петлю пропускаем. Сверху, под низ и снизу петлю. То же самое с правой ветвью сверху. Под низ и снизу в петлю. Даю рассмотреть. И затягиваем. Тихо. Продолжение следует... 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 Все это входит в плейлист, который называется энциклопедия паракорда. Я ее буду дополнять и постараюсь по мере своих возможностей сделать максимально объемной, максимально полной, хотя полной вряд ли можно сделать, потому что существует тысячи видов плетений, тысячи видов изделий. Поэтому просто буду стараться делать то, что в моих силах. На этом сегодня все. Пока-пока.